Здравствуйте! Новости Дагестана на ННТ. С вами Махач Курбанов. Коротко о главном. От врачей до санитаров, водителей и медсестер. В Махачкале проходит акция «Слава врачам», направленная на бесплатную реабилитацию медработников. Альпинисты и любители горного туризма из разных регионов России собрались в селе Куруш на фестивале «Ярдак-2020». Увлекательные подробности в завершении выпуска. Госдолг Дагестана составляет почти 9 миллиардов рублей. Такие данные приводит Министерство финансов России. Вся сумма долга республики сформирована из межбюджетных субсидий, то есть представляет собой бюджетные кредиты. Напомним, в последние годы долг региона постепенно сокращается. Так, в марте он уменьшился на 100 миллионов рублей. При этом следует отметить, что величина государственного долга не превышает требований, установленных бюджетным законодательством. И в сравнении с другими субъектами не столь велика. В августе россияне получат три пособия на детей. Это меры господдержки на время пандемии коронавируса. Получить выплаты можно при условии, если они не поступили в первые два летних месяца. К ним относятся следующие выплаты. От пенсионного фонда сумма 10 тысяч рублей. Она предназначена семьям с детьми от 3 до 16 лет. Если семья раньше не получала денег, то в августе возможно получить их сразу за два месяца. Это по 20 тысяч рублей на каждого ребенка. Выплаты на детей до 3 лет. Это по 5 тысяч рублей в месяц. Если раньше родители не обращались за пособием, то в августе получится по 15 тысяч рублей. Семьи, у которых доход ниже прожиточного минимума. Есть возможность получить выплаты на малышей от 3 до 7 лет. Суммы различаются в каждом конкретном регионе. Информацию необходимо уточнять. 200 миллионов рублей получит Дагестан на обустройство сел в 2021 году. Об этом заявил министр сельского хозяйства республики Абзагир Гусейнов. Глава аграрного ведомства отметил, что программа нацелена на благоустройство сельских населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры, решение жилищных проблем сельских жителей. Но при этом не все муниципалитеты включились в участие в госпрограмме. По словам министра, на следующий год по программе предусмотрено порядка 200 миллионов рублей. И чтобы успеть заявиться, нужно уже сегодня работать над проектами. В Махачкале санаторий Журавли проводит акцию «Слава врачам», направленную на бесплатную реабилитацию медицинских работников, оказавших помощь пациентам с COVID-19. Врачей, желающих отдохнуть, оказалось очень много. Об акции узнали далеко за пределами республики и даже за границей. Сюжет моей коллеги Алины Багиловой. Директор санатория Журавли решил организовать отдых для медицинского персонала по собственной инициативе. Такую акцию назвали «Слава врачам», желающих помочь в этом добром деле оказалось немало. Герой сюжета – генерал-майор по национальной безопасности Николай Николаевич и его жена Вера. Свои 66 лет он взялся помогать директору санатории курировать процессом реабилитации врачей. После такой беды, начала канаро-вируса, в феврале Магомед Хабибович сказал, что есть такая задумка, где действительно помочь врачам. Те врачи, которые попали сами в сложную ситуацию, которые они лечили врачей и сами попали в это. Я решил тоже, так сказать, вместе с супругой, она говорит, почему бы я тоже могу помочь тем врачам, как врач-косметолог. Помогать вызвалась и его жена, которая вооружилась всеми необходимыми баночками, масками, была настроена подарить женщинам косметологический уход, так сказать, совместить приятное с полезным. Все женщины, есть женщины, в любое время, даже в войну, женщины прятали кусочек помады в какие-то кителя свои, это хранили кусочек туалетного мыла ароматного. Поэтому эти женщины, которые живут в горах в основном, у нас первый сезон был, те, которые в маленьких поселках работали, они, конечно, не видели ничего, им не до себя. У них дети, муж, работа, круговерть. И когда им тут предложили поухаживать за собой, они, конечно, все с огромным удовольствием, с огромным удовольствием пришли на процедуры. Поначалу инициативу Веры восприняли скептически, но, как оказалось, желающих было очень много. Приходилось принимать одновременно по 3-4 пациента. Я не знаю, я 17 лет отработала, я благодарнее клиентов, еще нигде не видела. Я их раскладывала на три кушетки сразу. Это сделала массаж, положила маску, положила на эту кушетку. То сделала массаж, между массажем приходит одна женщина только на маску. И у меня вот так вот. Не всегда бывает возможность уделить себе время. Это как освободимся от повседневных забот. Дома тоже точно так же. Поэтому Верочка, она у нас, как говорится, на расхват. Она дала возможность многим женщинам почувствовать себя женщиной. Благотворительная акция «Слава врачам» выходит на мировой уровень. Организаторы уже получили заявки на участие от медработников из США, Австрии, Израиля, Белоруссии и других стран. В Дагестане ожидается сильная жара до 42 градусов. Об аномально высокой температуре предупреждает гидромедцентр региона. По данным ведомства, в полуденное время до 22 июля в республике столбик термометра поднимется под низменным районом до 42 градусов Цельсия, под предгорным районом до 40 градусов. В этой связи спасатели МЧС просят жителей воздержаться от длительного нахождения на улице. О спорте. Победил и приблизился к титульному бою. Дагестанский боец Аскар Аскаров взял верх над бразильцем Александре Пантойжей в рамках турнира UFC в Абу-Даби. Для 27-летнего хасавюртовца это был уже третий бой под эгидой американского промоушена. На протяжении всего поединка наш боец выглядел активнее оппонента. Он шел вперед и проводил броски. Как итог, все судьи посчитали его победителем. Успех в этом бою позволил Аскару подняться на четвертую строчку рейтинга мухачей. Теперь он один из главных претендентов на титульный бой в наилегчайшем весе. Поясом сейчас владеет бразилец Дэвис Анфигей Реду, которым наш микс-файтер уже успел бросить вызов. Напомним, что Аскар Аскаров пришел в ММА из борьбы. Он выступал среди спортсменов с проблемами слуха. Становился победителем Сурдолимпийских игр 2017 года в Турции. В Докуспаринском районе стартовал фестиваль Ярыдаг 2020. Проходит он по традиции в селе Куруш, которое считается самым высокогорным поселением в Европе. В мероприятии принимают участие альпинисты и любители горного туризма из разных регионов России. Подробнее по тематам Ханапова. В этом году фестиваль проходит уже в шестой раз. Чтобы получить свою порцию адреналина, в республику Сехались экстремалы со всей страны. Всего более ста человек. Ранее Ярыдага имел статус международного. В нем принимали участие команды из ближнего и дальнего зарубежья. Однако в этом году из-за ограничений в связи с пандемией иностранцы приехать не смогли. Безусловно, это пропагандирует здоровый, активный образ жизни. Также способствует развитию экстремальных видов туризма и спорта в Дагестане. Ежегодно тут собираются с разных регионов Российской Федерации многочисленные люди, сильные духом, которые хотят покорять эту гору, которую задан нас Ярыдаг. Там у нас более 30 маршрутов на сегодняшний день. Такой горы, такими сложными маршрутами у нас три только в мире. Фестиваль продлится до 25 июля. В программе соревнования по альпинизму, восхождение разных категорий сложностей, скалолазание, горный бег и другие виды спортивного туризма и активного отдыха. В частности, предусмотрен фототур для тех, кто приедет просто полюбоваться красотами горного Дагестана. Сегодня прошла акклиматизация студентов. Завтра мы еще пройдем радиальный выход на вершину сельды. Пока работаем по плану. Погода позволяет. Все пока в хорошем состоянии. Настроение отличное. Желание у ребят заниматься альпинизмом тоже есть. Нравится. Здесь очень красиво. В этом году фестиваль экстремального туризма приурочен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Одна из групп альпинистов готовится водрузить знамя победы на горе Базар-Дюзю. Самое высокое вершине Дагестана. Ватимат Ханапова, Мусас Алгиреев, новости ННТ, Докуспаринский район. Субтитры создавал DimaTorzok